Здравствуйте! Вас ждет необычный выпуск. Приготовьтесь к большой порции красоты и эстетики. А в конце видео маленький приятный подарок. Мой основной лексикон в этом месте был примерно таким. Вау! Вау! Ого! Вот это да! Ткани! Вот это да! Только вау! Возьмите меня на работу, мне так нравится! Здравствуйте! Сегодня мы с вами вместе отправимся в одно волшебное место. В дом, где живут ткани с удивительной историей. Обещаю, у вас будет любовь с первого взгляда. В этом видео вы узнаете много необычных фактов о тканях, которые вы раньше не слышали. Здесь каждое полотно имеет свою историю, от которой бегут мурашки. Добро пожаловать в дом ткани Тесура. Добро пожаловать в дом ткани Тесура. Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Вы как раз вовремя. У нас сейчас новая поставка, новая коллекция. Давайте я вам все покажу. Вау! Спасибо! Сейчас мы получили новые коллекции Лора Пьяно. Допустим, вот эти двусторонние джерси. Облегченные джерси. К телу очень тактильно приятные. Ткань полностью абсолютно натуральная. По составу шерсть. Вот эта коллекция Лора Пьяно. У них фишка в чем? Что у них запатентованная технология Storm System. То есть это антидождь, антишторм ткани. То есть несмотря на то, что они такие легчайшие, тонюсенькие, вот потрогайте, они не промокают. И они так благородно смотрятся. Не только плащевые ткани, но вот еще и пашемировая ткань с пропиткой антидождь. Можно вот плащить очень красивое пальто. Получается, да, можно выглядеть и красиво в пальто, да, и еще при этом не бояться дождя, потому что обычно... И не намокнуть. Да, классно. Я такого еще не встречала никогда. Причем, даже если есть пропитка, полотно все равно очень мягкое, не чувствуется этой пропиткой. Да, вы заметили? У каждой шерсти есть какая-то фишка. Допустим, вот у Лора Пьяно, они... Вот эта вот мембрана антидождь и антишторм. Допустим, у Холландшери есть специальная обработка тканей, которые отторгают пыль, вот, грязь. Допустим, вот эта шерсть с кашемиром от фабрики-производителя Скабаль, Бельгия. Уникальность ее в том, что в волокна этой ткани вплетены частицы лазуритового камня, что делает цвет наиболее насыщенным без всяких красителей. Также еще есть ткани с индексом от 150 до 250. Чем выше индекс, тем тоньше ткань. И, то есть, это костюм выходного дня. То есть, это настолько, как бы, роскошь считается. В таких тканях ходят Джеймс Бонд, президент, голливудские актеры. Кстати, компания Скабаль производит костюмные шерстяные ткани еще и с добавлением платиновых и золотых нитей. Алмазной крошки, изумрудной крошки и с лазуритом, как сказала Альбина. Все ткани, прежде чем поступить в магазины Тесуры, проходят лабораторные исследования. В шерстяных тканях не должен содержаться аммиак и формальдегид. Именно они вызывают аллергические реакции на шерсть и различные экземы. Если вы когда-нибудь отказывали себе в натуральных материалах, например, в шерсти, с мыслями, что животные от этого страдают, то вот интересный и очень важный факт. Шерстяные материалы для Тесуры изготавливаются только на тех фабриках, в которых оказывают бережное гуманное отношение к животным. Шерсть животных аккуратно и бережно выстригается только в определенное время. То есть, существуют сезоны сбора шерсти. Именно поэтому иногда Тесуре приходится ждать материала несколько лет. Здесь мех из натурального сырья. Это шерсть новой зеландской мериноса, называется зеландец, с добавлением шелка. Она необыкновенно мягкая, легкая, но при этом очень-очень теплая. Вот вы видите, что основа у нее трикотажная, потому что это сотканное полотно. Но мягчайшее, теплущее. На пальто Тедди Бер, да? Да, шикарное. На пальто, где-то, может быть, на отделку, на какой-то, на воротнике. Все, что угодно. Кроить очень удобно тоже. Такая прелесть. Такая мягкая. У нас в одном цвете представлена вообще еще в синим и в коричневом цвете. Есть шоколадный цвет, горького шоколада. Можно заказать, в принципе. Наши ткани представлены только в Тесуре, потому что они изготавливаются по спецзаказу Тесуры. Только для вас? Только для нас. Нигде ни одной ткани, которая представлена в нашем магазине, больше в городе нет. Вот это да. Кстати, на кромке всех тканей, представленных в магазине, вы можете увидеть надпись, что полотно изготовлено специально для Тесуры. Приготовьтесь удивляться дальше. Это двусторонняя пальтовая ткань. И вот в чем секрет ее создания. Она двусторонняя, то есть две ткани соединили между собой тысячу невидимых стежков. То есть настолько они хорошо прошиты между собой, что внутренний шов, ну такой невидимый шов, нужно вот так вот его разъединять, чтобы сделать... Это такая трудоемкая задача, да? Да, это ресурсозатратно, но это того стоит, это... Вечно будет носиться такое пальто. Да, точно. Причем здесь и края не осыпаются практически, да? Да. То есть можно и без обработки сшить это пальто двустороннее? Да. Вы заметили, что коллекции модных домов выходят намного раньше, чем наступает сам сезон. Иногда даже с разницей в один год. Ну а создаются эти тренды, трендовые цвета, еще за несколько лет до выпуска коллекции. Модные дома уже заранее знают, что будет через 2-3 года. Тесура тоже знает. Наши консультанты, они проходят аттестацию. Они в теме вообще всех последних технологий, в теме от самого начала заказа ткани до самой ее продажи. Что с ней происходит, то есть вся судьба ткани, все у нас в голове. Представляете, я узнала, что к каждому полотну здесь относятся как к ребенку. Рулоны разворачивают, дают ткани подышать, напитаться воздухом, кислородом, а затем и обратно заворачивают и раскладывают по стеллажам. Я такого отношения еще нигде не видела. И у вас такой шикарный вкус еще. Да, спасибо. В плане подбора фурнитуры. Иногда вы подбираете такую фурнитуру, которой даже не задумаешься. Да. И ткань по-другому совершенно играет. И ткани все, как и фурнитура, сочетаются между собой по цветам. То есть можно с легкостью подобрать. Никаких трудностей подобрать фурнитуру в цвет, под цвет близко максимальную. Или, допустим, легчайшую ткань и пальтовую, или ткань в стиле Шанель. Компаньонов. Грубо говоря, капсулу здесь можно собрать. К любой ткани есть фурнитура. Да, обязательно. Наши консультанты с легкостью могут это сделать. Мы даже любим, мы молнии подбираем, крючки, тесемочки, пуговки. С таким удовольствием, с такой любовью. Вообще, просто это я обожаю делать. Когда мы особенный товар принимаем, вот эти вот пуговки. Когда вы, ой, смотри, вот так раскрывается, смотри, какая красота. А клиенты, когда приходят, они восхищаются, говорят, как вы в этой красоте работаете. Мы бы здесь уже давно все бы уже скупили. Я говорю, да мы держимся из последних сил. Самая огромная коллекция самого дорогого кружева, эксклюзивного, который, кстати, Кейт Миддлтон одевала на свадьбу. Даже вот мы заказываем тех фабрик, которые вот чьют королевским особам. А самая большая коллекция кружева в России, это только в тесуре представленных. Вот эксклюзив, который больше нельзя нигде встретить. И тоже касается вот шелков, у нас, наверное, самая большая палитра. А теперь интересный факт о том, как создаются шелковые ткани для тесура. Когда вот разматывают тут шелкопряда, вот это, да, вот кокон, из одного кокона выходит 800 или 1000 метров тонюсенькой ниточки вот этой, да. Она намного тысяч меньше нашего человеческого волоса. И там один, два, три волосика шелка, они склеены натуральным вот этим клеем природным, серецином, вымываются марсельским мылом. Это ресурсозатратно, но за счет этого шелк становится мягким, к телу очень приятным. Вот это да. И какой-то такой особый блеск. Столько оттенков красного. Иногда просто сложно бывает подобрать именно свой красный. Кому-то нужно более розовый, кому-то более морковный тяпунь. Здесь ведь все шелка разные, да, ведь по фактуре? Да. Это может быть муслин, это может быть, смотрите, вот такой королевский атлас тяжелый, двусторонний. Ого, двусторонний? Да, это двусторонний, а это подиумные уже варианты или вечер-вечер вот такой. Обычно атлас с одной стороны сияющий, а с другой матовый. Креповый, да. Креповый, двусторонний. А здесь? Да, это вот тяжелый шелк, он считается такой вечерним вариантом. Ассортимент тесуры постоянно обновляется, но одновременно с этим всегда есть большое количество материалов и фурнитуры со скидкой. Вот на этом рейле с тканями можно найти шикарные натуральные полотна по супер доступным ценам. Когда придете в тесуру, обязательно загляните и в этот отдел. Вы смотрели фильм Круэлла? Конечно, это один из моих любимых. И мой, я прям с открытым ртом смотрела этот фильм. Да, столько вдохновения. Там показывали дом Либерти. Да, да, да. И фабрика Либерти представлена в нашем салоне самая богатая коллекция хлопковых тканей. Вау. Хотите прикоснуться к модному дому Либерти? Конечно, покажите. Пойдемте, да, обязательно. Что особенного в тканях бренда Либерти? Эти ткани создаются исключительно из хлопка, который растет на берегу озера Тоналон. Это очень редкий вид хлопка и он имеет одну особенность. Его волокна отличительно мягкие и шелковистые. Либерти один из немногих хлопков, которые к телу приятны, как будто шелк. Максимально приближены к шелку по тактильности. И те, кто любит фабрику Либерти, кто в теме, они прям приходят на направленно. Мне не надо другие хлопки. Покажите мне Либерти. Да, действительно, ощущение как от шелкового материала. Да. У нас одна из богатейших коллекций в ткани в стиле Шанель. Да, я так много нигде не видела еще. В ткани в ткани нет. Есть ткань в стиле Шанель. Но сейчас не только в стиле Шанель. Это любой модный дом сейчас из твидов шьет такие красивые наряды. Просто Габриэль Шанель, она задала тон, дала ход вот этой ткани, и на нее обратили внимание. И так и на слуху и осталась ткань в стиле Шанель. Но модные дома, кто к себе на подиумы заказывает вот такие ткани у фабрик, эти фабрики делают и для нас в том числе. Посмотрите, какая вот красота. Получается, ткани, которые мы можем увидеть на подиумах мировых, эти ткани производятся на тех же фабриках, из которых вы закупаете. Да. Классно. Да. Совершенно правильно. То есть можно прикоснуться к высокой моде. Да. Да, мы так и говорим. Подиум, вот он, он у нас. Приходите, смотрите. Ткань в стиле Шанель, она ведь такая капризная бывает. Рыхлая, да. Бывает, что она рыхлая и сыпется. Чтобы такого не было, допустим, дом Шанель, они стягают органзой. Да. Но мы предлагаем как альтернативу шифоновый дублерин. Он самый тонкий, самый нибесомый. Ну, как правило, используется на изделия, которые не надо утяжелять, и чтобы они не теряли пластичность. Классическая, одна из версий классического способа пошива жакета Шанель, это дублировать органзой. То есть не используются клеевые материалы. Вот Альбина предлагает дублировать тончайшим шифоном. И мне кажется, это даже лучше. Шифоном-дублерином, да. Да, потому что со временем не провисает вот этот твит, да? И не провисает. Потому что, я видела, карманы отвисают из-за того, что они не дублированы. Да. Такими материалами. Смотрите, какую вы мою красоту принесли на стол. И это только маленькая часть. Хочу вас познакомить с нашими драгоценностями, бриллиантами салона Tessura. Очень любима эта фабрика. Эта фабрика FireLady. Уникальность этой фабрики в том, что там работают только мужчины. И вот мужчины сидят на фабрике и вышивают вот эту всю красоту вручную. Хочу заметить. Смотрите. Каждый бисер. Да, каждый бисер кропотливый, очень тяжелый труд на самом деле. Тут перышки не приклеены, а прямо пришиты тонким стежком вручную. Видно. Удивительно вообще. Произведение искусства настоящее. Это ткань, такие ткани, они сами по себе. Вот если нацеленное платье, можно. Но тяжеловато все равно здесь кристаллы Сваровские. И просто наши любимые женщины берут как на отделку, на рукава, на манжетики, на кокеточку, на лифт. Хотите, покажу, что это? Что? Это купон на одно платье. Вау. Метр двадцать на метр тридцать его размер. Он единственный, он эксклюзивный. То есть вот здесь уже предусмотрен вырез у него. Сетка расшита стеклярусом, бусинами Сваровски. И жемчуг, да? И жемчуг, и пайетки. Красота. Основание сетка. Сетка достаточно прочная. Здесь представлена вся коллекция ниток Гутерман. Огромное количество, большая палитра. Мне, кстати, надо тоже пополнить запасы. Это одна из моих любимых фирм, производителей ниток. Они очень тонкие, прочные, не осыпаются. Строчка всегда остается гладкой и ровной. Вы правильно заметили, у нас самая богатейшая палитра. И самая выгодная цена в городе. А если у вас еще есть дисконтная карта, то это вообще подарок судьбы просто. Гутерман – это лидер в мире фурнитуры, по производству ниток. У них особое переплетение идет при изготовлении вот этой нитки. И она никогда не путается в швейной машине. Все молнии, представленные в нашем магазине, от фабрики Рири, это тоже мировой такой лидер, который занимает свою нишу, они за качество. Они поставляют фурнитуру для изготовления водолазной костюмы, костюмы для космонавтов. То есть там, где важно качество, там Рири. У вас изделие износится быстрее, чем у вас сломается молния. То есть вот настолько. Они разных видов есть. И потайные, и полупотайные, и ширина, длина разная. Конечно, самая вот эта вот их фишка – это их собачки. И цепочка, и вот просто какая-то кисточка, как плетение. Но это вот отдельно, как можно сказать, ювелиры изготавливают настолько. В те покрытия гальванические, они не стираются, не ломаются, ничего им не бывает. То есть одни очень-очень надежные. У них сзади везде стоит штамп, что это Рири. Модный нынче цвет фуксия. И лавандовый. И лавандовый. Это просто мой любимый цвет. Вообще по понтону вот ванилька же идет и серый. По понтону ванильный и серый идет сейчас. В общем, приходите, вам посоветуют, покажут, подберут тот самый нужный оттенок. Потому что иногда бывает очень сложно найти подходящий оттенок. Вот здесь даже я просто всегда смотрю на бежевые цвета. Здесь даже бежевых цветов огромное количество. В общем, запоминаем, если берете молнии, то Рири, а нитки Гутерман. Причем цены такие комфортные. Самая короткая молния 20 см 185 рублей. И самая длинная молния 60 см 335 рублей. На вечной молнии это просто супер доступная цена. Кстати, если не знаете, что подарить людям, которые любят шить, то вот сертификаты разного номинала в тесору. Вот эти перья. Мы стояли в очереди на них также 2 года. Мы ждали их. Вот эту красоту. Этот страус, вид страуса, выращивается в Южной Африке. И выщипывается в определенный сезон. Тесьма изготовлена в Италии. Вот это вот, на которую вот это все крепится. А перья из Южной Африки направляются, получается, на склад в Италию. И уже с Италии приходит вот нам вот такая вот красота. Со всего мира. Да. Вот такой круговорот перья в природе. Двухслой невесомые. Прям даже приложишь руку и не ощущается, что на какие-то что-то есть. А вы смотрите, вот она выдавит. У нас на платье, на юбочке брали вот на бальные какие-то, бальники, танцы. А какая у вас самая дорогая ткань в магазине? А вот как раз мы мимо нее и проходим. Это наша гордость. Это наши самые красивые ткани. Расшитые индийские. Посмотрите, даже вот невооруженным взглядом видно, сколько труда в нее вложено. Это тоже все расшито вручную. Каждая паеточка, каждый бисер. Да. И сколько стоит метр? 113 тысяч. Классно. Это не просто золотыми паетками вышло, это прямо золотом вышло, можно сказать. Да, да, точно. Инкрустация кристаллов Саваровски, стекляруса, паеток. Эта ткань представлена ограниченный метраж в России, в принципе, и только в Тесуре. То есть больше нигде в мире не найти? Нет. Классно. В России нет, только в Тесуре. А почему вы в магазине тканей продаете ракушки? На самом деле, очень такая интересная история. Многие наши клиенты думают, что это мыльницы и просят продать. А мы начинаем объяснять. Это материал, который мы наглядно показываем. То есть вот на ней даже есть тиснение фабрики, у которой мы заказываем фурнитуру. То есть это материал, из которых вот таким образом выстекается пуговица и потом шлифуется по размеру. Допустим, есть несколько видов раковин. Это желтая ракушка. Она самая недорогая, бюджетная по цене. Ее толщина 1,5-2 мм. И устричная раковина. Она уже самая дорогая. Из нее можно сделать пуговки, фурнитуру размером 4, 5 и 6 мм. Одну пуговицу может уйти вот целая раковина. Одна или две. То есть нужно найти именно ту толщину. Допустим, из такой вот устричной раковины можно 30 мелких сделать, либо одну-две большие. И одна-две большие будут стоить как 30 маленьких. То есть от этого тоже зависит цена. Здесь главная толщина. То есть желтая ракушка это 1,5-2 мм. Она дешевая относительно, но она не такая прочная, как из устричной раковины. Как отличить подделку, допустим, от пластика? Да, кстати, потому что очень много продается же перламутровых таких под ракушку пуговиц. А вот вы приложите ракушку к себе, чтобы почувствовать. Ну, холод. Холод, да. Правильно вы сказали, потому что пластик, он всегда теплый. А ракушка, пуговицы из ракушки, они будут всегда холодные. Ну да, действительно, даже рукой ощущается холод. А теперь приглядитесь к этим маленьким пуговицам. Пока Альбина не показала мне, я не заметила, что на этих пуговицах написано благо, успех и удача. Некоторые клиенты тессуры комбинируют все три вида надписи в одном изделии. Например, в рубашке. И это маленькая деталь, о которой знает только сам человек. По-моему, это очень классно. Ну и, конечно, я не могла уйти без какой-нибудь вкусной ткани. О своем выборе я обязательно расскажу в следующих видео. А пока хочу поблагодарить вас за просмотр. Надеюсь, вы вдохновились, наполнились красотой и желанием творить. Если вам понадобится новая порция вдохновения или красивая уникальная ткань, качественная фурнитура, нитки, обязательно приходите в тессуру. А еще используйте промокод GULNAS, который даст вам скидку 10% к покупке. Желаю вам хорошего и великолепного дня. До встречи в следующих видео.